Восемь большегрузных машин с гуманитарной помощью завтра ранним утром отправятся из Алматинской области в город Арысь. В регионе развернулась широкомасштабная акция ЖЕТСУ Арспенберге. Сейчас на прямой связи с нами наш корреспондент Гульнар Жантасов. Она расскажет, как идет подготовка к отправке. Гульнар, здравствуйте. Что уже сделано к данному часу и насколько активно включились жители ЖЕТСУ к акции? Здравствуйте, Алмаз. Жители ЖЕТСУ не остались в стороне от трагедии, которая произошла в Арыси. Я сейчас нахожусь у здания филиала партии Нур-Отан, города Талдыкурган. Здесь организован пункт приема гуманитарной помощи от населения. Стоит отметить, что такие пункты организованы во всех районах Алматинской области. Это примерно 20 пунктов. В целом же завтра планируется караваном отправить 15 тонн муки, по 5 тонн риса и сахара. Также продукты первой необходимости, одежду и медикаменты. Также два большегруза доставят из строя материалы. Сейчас стоит отметить, что к акции подключились и другие общественные организации. В Алматинской области 385 активных НПО. Из них сейчас на данном этапе уже за несколько часов начала акции. Около 10 неправильственных организаций откликнулись на наш призыв. И уже оказали свою помощь в виде материальной и товарной продукции. Сегодня все собранные до вечера вещи. Мы уже утренним рейсом каравана от Алматинской области совместно вместе будем отправлять. Собрано количество медикаментов для оказания медицинской помощи в Арыс в Туркестанскую область. И на сегодняшний день уже количество мест выделено. 150 и 10 птишек для того, чтобы они получили отдых в наши летние лагеря. А в какие лагеря мы сейчас отрабатываем. Стоит отметить, что свой однодневный заработок пострадавшим семьям Арыси решили перечислить госслужащие и работники бюджетной сферы Алматинской области. Кроме того, ко акции активно подключились и предприниматели региона. Сейчас они в одном из банков открыли специальный счет, на который собирают денежные средства. Алмаз, у меня на этом все. Спасибо. Из Алматинской области с нами на связи была наш корреспондент Сугульна Аржантасова. Продолжение следует...